Всем привет! На связи Денис Шаповалов, консультант по детско-родительским и семейным отношениям. И сегодня я хочу поговорить о такой теме, как дети и смартфон. Еще недавно мы думали, что телефон это просто телефон. Но сейчас, когда мы говорим телефон, мы чаще всего подразумеваем смартфон. Как правило, с выходом в интернет. Как правило, если даже очень старенький, то несколько сотен игр там точно могут быть установлены. Периодически, конечно, не одновременно. И в связи с этим есть вопрос. Он периодически возникает и поднимается. А стоит ли разрешать детям пользоваться смартфоном? А со скольки лет стоит? А может быть не стоит вообще? Ну и точек зрения очень много на этот счет. И у меня есть своя точка зрения на этот счет, с которой как раз я вас хочу сегодня познакомить. Что мне кажется самым главным в отношениях ребенка со смартфоном? Я выделяю в этом плане три фактора важных. Ну, во-первых, прежде всего смартфон портит зрение. И способствует развитию близорукости. Потому что механизм обращения со смартфоном предполагает, в силу его физического размера экрана, предполагает близкое расположение самого экрана к глазам. И второй фактор, который я выделяю здесь, он тесно связан с первым, что смартфон способен просто-таки затягивать ребенка. Затягивать так, что ребенок не следит за временем, и он даже не понимает, что он уже находится со смартфоном в руках 30-40 минут, ну и так далее. Есть еще две очень мощные ловушки. Это смартфон перед сном и смартфон, как только ребенок проснулся. Когда он засыпает, ловушка в том, что это может происходить общение в темной комнате со смартфоном. И представьте, насколько напрягается глаз, когда вокруг полная тьма, и маленький ярко освещенный экран смартфона чем-то напоминает фонарик, которым бьют в глаза. И в детстве я помню, что когда у нас был с мальчишками во дворе опыт общения с фонариками, я помню, как было неприятно, когда этот фонарик случайно попадал кому-то в глаза, и говорили, да что ты мне в глаза светишь. Ну вот со смартфоном происходит добровольное свечение фонариком самому себе в глаза. Вот. Ну и когда ребенок просыпается, он такое тоже бывает, что он хватается за смартфон, и что-то там начинает уже сразу тыкать, не встав с кровати еще, не пройдя, так сказать, утренний мацион, я имею в виду там зарядка, чистка зубов и так далее. И в этом тоже ловушка, потому что смартфон всегда рядом, смартфон всегда под рукой. Покупается часто смартфон для того, чтобы ребенок был на связи, чтобы ребенок был постоянно в каком-то, в какой-то зоне внимания родителей. Вот. И третий фактор, который не менее важный, это, конечно, то, что смартфон очень сильно ограничивает развитие креативности у ребенка. Дело в том, что когда ребенок бегает во дворе, хватает в руки какую-нибудь корягу или палку, или когда он просто складывает пальцы вот так и говорит, что это мой пистолет, когда ребенок читает книгу, когда ребенок рассказывает какую-то историю, возможно, выдуманную, происходит очень интересный процесс. В голове у ребенка в этот момент возникает как будто бы маленький экран, на котором происходит все действие, и ребенок представляет эти все детали, эти все взаимоотношения героев на странице книги, которую он читает. Когда ребенок делает палец вот так и стреляет из пистолета, он может представить, какой это пистолет. Он может издавать какие-то звуки, стрельбы, которые также подчеркивают особенности этого пистолета. И все это способствует возникновению в голове вот этого экрана, который начинает работать, который начинает придумывать, фантазировать. И происходит масса полезных процессов, которые очень классно влияют на развитие креативности, развитие творческого потенциала, творческого начала. В случае со смартфоном этот экранчик в голове просто не имеет шансов на жизнь и на возникновение, потому что этот экранчик находится уже в руках. Производители очень хорошо позаботились о том, чтобы ребенок не напрягался, о том, чтобы ребенок точно смог выбрать игру, подходящую к его интересу в данный момент, здесь и сейчас, потому как игр просто тысячи, и они устанавливаются бесплатно, и настолько легкий доступ к этим играм, что не надо делать ничего. Если в детстве нам с вами говорили, что для того, чтобы много зарабатывать, иметь достойную работу, нужно хорошо учиться, и это было нам сложно понять, то сейчас смартфон, он как бы говорит, удовольствие возможно уже сегодня, уже сейчас. Это чем-то похоже на наркотик, и я в этом плане считаю, что мы с вами живем в очень такое непростое время, когда достаточно непростая и порой опасная штука, такая как смартфон, так прочно и так вошла надежно в обиход, что сейчас, возможно, даже вам немножко странно меня слушать. Мало кто уже представляет, как можно вообще без смартфона обходиться, но давайте еще раз посмотрим на эти три фактора, которые я сегодня выделяю для вас. Первое – это влияние на глаза. Второй фактор – это просто воровство времени, когда ребенок не может контролировать этот процесс. И эти факторы два очень связаны между собой. Ну и третий фактор – это просто блокирование развития креативности, что очень важно на сегодняшний день, потому что мы с вами живем в удивительное время, когда мы можем наблюдать, как творческое мышление приводит массу людей к успеху, когда затеваются бизнесы, о которых еще вчера можно было говорить, как о каких-то фантастических, каких-то невероятных. А сегодня они уже есть. Их много. И они продолжают появляться. И мне очень как-то… Исследований таких нет, но мне очень как-то странно представить, что в будущем один из таких классных бизнесов создаст ребенок, после успеха ошеломительного будут брать интервью у его родителей и спрашивать, а как же вы вот смогли воспитать такого необычного талантливого ребенка, который просто создал то, о чем мы даже не подозревали никто, а он это сделал. Как это у вас получилось? И родители так скажут, ну вы знаете, он достаточно много играл в разные игры, он устанавливал, он переиграл во все, он установил все, что только можно установить. И это навело его на мысль о том, что можно создать… Ну вот подумайте, это вообще возможно такое? Поэтому и хочется все-таки сделать какие-то… дать вам какую-то информацию, чтобы вы немножко об этом задумались. Я немножко пару слов буквально скажу о том, как я в своей семье со своим ребенком решаю этот вопрос. У нас есть ограничения на 15 минут игры в день. То есть в день ребенок может поиграть 15 минут и все. Иногда эти 15 минут могут превратиться в 17 минут, иногда может быть в 20, но это случается крайне редко, и это связано с какими-то объективными причинами. И мы говорим об играх, мы обсуждаем иногда игры, и они есть в нашей жизни, да. Но благодаря тому, что это 15 минут в день, это одно из того, что есть, но это не занимает все пространство. Конечно, здесь нужен временной фактор, играет роль. Все зависит от того, насколько родители готовы выделять время для того, чтобы общаться со своим ребенком, направлять его на какие-то виды деятельности, организовать для него эти виды деятельности. Конечно, здесь есть прямая взаимосвязь. Иногда очень удобно заткнуть ребенка смартфоном. Вот по-другому не скажешь. Заткнуть ребенка смартфоном. То есть сделать так, чтобы он где-то остановился, сел, не мешал, молчал, и играл, устанавливал новые игры, и играл, и так этот процесс будет длиться бесконечно. Индустрия растет, она не уменьшается. Нет такой статистики, что вы знаете, с каждым годом игр становится все меньше и меньше. Производители все меньше и меньше хотят зарабатывать, и придумывают все меньше и меньше игр. Куда катится мир? Креативность в мире умирает. Игр меньше становится. Такого нет. Их становится больше, наоборот. Вот поэтому здесь есть такая ловушка. Поразмышляйте над тем, что я вам сказал. Если у вас есть какие-то свои мысли, какие-то возможно свои лайфхаки, можете написать об этом в комментариях. Интересно будет почитать. Всем пока. До связи.